Добрый вечер! Сначала пару слов о том, почему я включила Олиса Харрисона в цикл, посвященный важнейшим архитекторам XX века. Он, в отличие от наших предыдущих и последующих героев, ничего нового в архитектуру не привнес, но при этом он чрезвычайно интересная фигура. Вот вы видите сейчас на экране обложку журнала Time. Не знаю, можете ли прочитать то, что там написано под портретом, но там написано архитектор Уоллес Харрисон «He builds landmarks». Он строит достопримечательности, он строит здания иконы, как это стали называть позднее. Он был человеком, который осуществил крупнейшие, вообще, наверное, крупнейшие постройки, крупнейшие строительные проекты XX века в Нью-Йорке, представляете, один все-таки из важнейших мировых городов. И он создавал новую американскую архитектуру, питаясь просто всем вокруг. То есть не изобретая идеи сам, он заимствовал их откуда только можно. И из истории архитектуры, и из того, что делали его современники, и что для меня в нем особенно интересно, среди его источников были советские архитекторы. То есть Уоллес Харрисон был в какой-то степени посредником проникновения идей русского авангарда в мировую архитектуру уже не после того, как все произошло, а параллельно, начиная с 30-х годов, так скажем, чуть позже, чем авангард у нас закончился. Уоллес Харрисон – уроженец Новой Англии, он из небольшого города Вустера в штате Массачусетс. И его родители принадлежали, в общем-то, к рабочему классу. То есть его мать в юности работала на текстильной фабрике в Йоркшире в Англии и эмигрировала, когда эти текстильные фабрики в Англии стали закрываться. Отец родился уже в Штатах, но его родители тоже были из Йоркшира, и он начал тоже рабочим на заводе, но к моменту создания семьи был уже, скажем, начальником цеха. Поэтому Харрисоны не бедствовали, и детство Уоллесу было таким, ну, достаточно счастливым. Да, то есть это небольшой город, ему очень нравился дом, где он рос. Там, ну, было такое нормальное детство, да, с большим количеством времени проводимого на свежем воздухе, с купанием, рыбалкой, баловством и так далее. Но это все закончилось в 14 лет, когда от инсульта умерла его мать. Мать умерла, а отец после этого очень быстро запил и просто бросил своего сына и удалился в неизвестном направлении. И вот это такая вот американская история, да, что мальчик в, ну, может быть, ему было уже 15 лет там моменту, как отец его покинул, школьник остался без средств существования, и при этом он не пропал. Он пошел, обратился за советом к уважаемому человеку, к библиотекарю городской библиотеки, и спросил, как ему быть, какой путь ему выбрать. И тот ему сказал, что вообще есть такая очень хорошая профессия архитектор. Вот, при этом Олис Харрисон до того, говорит, я даже не знал, как пишется это слово, и вообще, ну, что это такое за занятие, я совершенно не представлял. Ну, вот этот библиотекарь написал ему рекомендательное письмо в местную архитектурную контору. И он туда пошел, устроился просто, ну, то, что называется офис бой, да, то есть мальчик, подай, принеси. Но это давало им возможность прокормить себя, снимать комнату, ну, смотреть, да, за тем, чем, собственно, занимаются архитекторы. И по вечерам он занимался в бесплатном колледже местном, учился на инженер-строителя. Как-то вот оказалось, что так вполне можно жить. Это, да, вот это Белли-Пок, рубеж, ну, самое начало 20 века. Все пока экономически достаточно благополучно. И он 18 лет перебирается в Бостон, потом оттуда в Нью-Йорк. Все время устраивается в какие-то более крупные архитектурные фирмы. Постепенно начинает работать помощником архитектора, чертежником. И дальше вот он всю жизнь работал в каких-то сообществах. У него, например, никогда не было фирмы, которая называлась бы только его именем. То есть сначала он стал, уже получив какое-то образование, партнером более старшего архитектора Харвиа Элли Корбета. Вот он слева тут на фотографии. Видите, тоже очень такой благородный внешности господин. Он очень образованный и очень доброжелательный, который стал таким настоящим учителем. И не только в качестве как бы старшего коллеги, но еще до того, как Харрисон пришел к нему работать, он после окончания своего дня в другой конторе, где он работал, у МИДа, занимался у Корбета в студии вместе с другими молодыми архитекторами. То есть тот им давал учебные задания на проектирование. Три часа они там решали эти задачки на проектирование. И потом это все разбиралось, анализировалось. Таким образом, неформально было получено архитектурное образование. И впоследствии Харрисон стал партнером Корбета. Затем, уже в 30-е годы, у него появился новый партнер, Андре Фую, француз по происхождению. Такой очень, ну как бы с хорошей выучкой архитектор, с которым они с Харрисоном друг друга дополняли. И потом взяли еще третьего молодого партнера, с которым Харрисон продолжал сотрудничать до конца своей жизни и после смерти Фую. Макс Абрамович, ну можно сказать Абрамович, тоже как бы сын бедных эмигрантов, но умудрившийся получить настоящее образование в парижской Эколе де Базар. Вот эти такие главные люди, которые сопровождали Харрисона. Да, и собственно, вот к чему я говорила про счастливое детство. На самом деле главным богатством Олиса Харрисона был прекрасный характер. Помимо энергии и работоспособности, он был одарен способностью ладить с людьми, договариваться, располагать их к себе. И таким образом и получать то, что ему нужно, и как-то строить общее дело. Еще очень важный персонаж, с которым Харрисон был связан профессионально, начиная с конца 20-х годов, это замечательный архитектурный график Хью Феррис. Это выдающийся архитектурный график. Может быть, вы его видели в книгу архитектурных фантазий «Метрополит завтрашнего дня». И вот самые эффектные графические подачи, которые вы увидите, сделаны были именно Феррисом. То есть всегда была команда. Что касается профессионального формирования. Да, вот была эта тренировка у Корбита. Были интеллектуальные беседы с тем же Корбитом. Было чтение, очень обширное чтение книг об архитектуре. И был с самого начала, ну с ранней молодости, интерес к искусству. И сам Харрисон говорит, что вот этот интерес, такой же острый и живой, в нем пробудило посещение выставки Льва Бакста в Нью-Йорке в 16-м году. Выставки Бакста и посещение спектаклей дягельских балетов, которые тогда гастролировали в Нью-Йорке. И вполне возможно, что с этого же начался его интерес к русской культуре. Первая мировая война не прошла мимо него, но Америка в нее вступила несколько позже европейских держав. Но в 17-м году Харрисон отправился добровольцем, причем он ответственно к этому подошел, он подготовился. Сначала он записался в Колумбийский университет на курсы навигации. И служил он на эсминце, то есть на корабле, который выслеживает и уничтожает подводные лодки. В этой команде эсминца у него было какое-то довольно высокое положение. Я не очень разбираюсь в этих должностях и рангах, но там он был, скажем, третий или четвертый человек в команде после капитана, благодаря, в частности, своей архитектурной подготовке, которая ему помогала в навигации и в определении позиции подлодки. Вот такой вот в середине он сидит, довольный собой молодой человек. Он еще был, конечно, весьма хорош собой, что ему тоже помогало. И я вот говорила о том, какую важную роль Первая мировая война сыграла в профессиональном становлении других архитекторов, европейцев. Но для Харрисона этот опыт был не столько травмой, потому что травмы у него были до того, а сколько приключениям, сколько путешествиям, потому что вообще-то большая часть его действительной военной службы прошла на корабле, который следовал из Нью-Йорка в Гибралтарскому проливу. Там они, конечно, встретили эти подводные лодки, подвергались реальной опасности, и, в общем, делали то, зачем они туда пришли. Но это путешествие мимо разнообразных берегов, это попадание в Средиземное море. И задачей именно этого боевого корабля было останавливать австрийские подводные лодки при переходе из Адриатики в Средиземноморье. И время от времени они причаливали в Сплит, например, где гигантский древнеримский дворец императора Диоклетиана. И когда война закончилась, они оказались в бухте Котара, ну, это Черногория, да? И они там были единственными представителями Америки, и им немедленно поручили вести переговоры с австрийцами о передаче их военных кораблей. То есть вот в таком как бы юном возрасте совершенно случайно Харрисону выпала важная такая дипломатическая миссия, пока там через несколько дней не прибыли настоящие обученные дипломаты. И он с ней совершенно успешно справился в первый раз продемонстрировать свою способность решать какие-то сложные ситуации. Сначала, по окончанию войны, естественно, там вот на месте, еще в Средиземном море, они получили небольшой отпуск. И он посетил Марсель, то есть корабль стал Марселя, и он съездил в Париж. Он стремился очень в Париж, для него было самое главное увидеть ту самую знаменитую школу изящных искусств Эколи де Базар, где учились все важные американские архитекторы. Вот, он провел там несколько дней в Париже, посмотрел на эту Эколи де Базар и понял, что теперь у него цель жизни там поучиться. Вот, и у него появилась для этого возможность, потому что служба в армии, ну, на военно-морском флоте в США оплачивалась, и ему удалось накопить там около тысячи долларов, которые он потратил на обучение, на подготовку к очень-очень сложному экзамену в Эколи де Базар. Он поехал в Париж, значит, учился, готовился, потом поступил, проучился там несколько месяцев и решил, что это все не то. Вот, потому что уже вокруг происходили более интересные вещи, да, и всех очень-очень волновал, в первую очередь, Ликорбюзье, да, который был тут же в Париже, который издавал тут свой журнал «Испринуво», в котором рассказывалось, соответственно, о том, что делают модернисты в других местах, да, ну, в Германии в первую очередь. Вот, так что, значит, какое-то время потусовавшись в Париже, Харрисон все-таки возвращая, не доучился, он в Эколи де Базар не получил диплома, но вернулся в Нью-Йорк и стал думать, как все-таки ему завершить свое образование, и дальше уже более понятная для нас ситуация, стал подавать на гранты. Вот, и через какое-то время ему удалось получить грант именно для молодых архитекторов из штата Массачусетс при поддержке Корбета, значит, грант этот давал деньги на двух, на два года пребывания в Европе для изучения памятников архитектуры. По-моему, никто бы от такого не отказался и сейчас. Вот, он этим воспользовался и действительно два года посвятил изучению старинной архитектуры, его готические соборы очень волновали, французские преимущественно, и античность, как римская, так и греческая. Вот разочаровала его Византия. Он посетил Стамбул, зашел в Софию Константинопольскую, где мозаики были по большей части еще забелены, да, это была мечеть, и остался разочарован. Вот, но в остальном сильно расширил свое познание. И он описывает это время, впоследствии рассказывал о нем, что я жадно хватал все, что мне могло пригодиться в моей работе. Жадно хватал идеи отовсюду. Он говорил в этот момент об исторической архитектуре, но он применял этот принцип и впоследствии к произведениям своих современников, о которых он мог узнать либо при натурном знакомстве, либо через публикации. И при этом он совершенно не расслаблялся. Он говорит, да, я вот, наверное, много упустил, у меня не случалось так, у меня хотелось, предположим, посидеть там где-нибудь с бутылкой вина и сыром, но я все время стремился узнать что-то новое. И вот с середины 20-х годов начинается его такая уже настоящая профессиональная деятельность. Вот сначала в составе фирмы Хемли, Корбетт и Харрисон. Ну, Хемли был как бы молчаливый партнер, он вот в основном Корбетт и Харрисон это проектировали. Я вот показываю вам такой интересный небоскреб, который сейчас называется Master Apartments Building, ну, то есть это многоквартирный жилой дом, но проектировался и строился он как музей Рериха, музей Николая Рериха. И, собственно, все эти квартиры, которые сдавались наем, должны были приносить доход Николаю Рериху, его музею, его фонду. Ну, там с одной стороны демонстрировались эти картины, да, с другой стороны, может быть, вы представляете себе, да, что Рерих как бы, ну, как бы думал, что он с помощью силы убеждения сможет изменить человечество, да, приобщить западную цивилизацию к индийской духовности и привести людей к счастью. И у него к тому моменту уже в Америке было достаточное количество последователей, которые вот так вот ему помогали. Ну, на этом это как бы соприкосновение Харрисона с Рерихом заканчивается. Но, но, в проектировании этого здания, это, в общем, небоскреб, принимал участие Вячеслав Алатаржевский. Ну, представляете, кто это такой, да? То есть мы обычно говорим об Алатаржевском как о первом главном архитекторе ВСХВ, да, с хозяйственной выставки 1939 года, да, который стал ВДНХ, и как об участнике проектирования и строительства московских высоток. Ну, он был одним из авторов гостиницы «Украина», например. Еще до того, скажем, он был помощником Щусева и Желтовского на строительстве ВСХВ 1923 года, да, то есть того выставочного комплекса, на основе которого потом был создан парк Горького. И в 1924 году Алатаржевский был направлен советским правительством в командировку в Штаты для изучения высотного строительства. Нам сейчас может показаться странным, на самом деле такая практика существовала. Инженеров, главным образом, больше, чем архитекторов, отправляли на стажировку, чтобы они набирались знаний, которые потом можно применить в Советском Союзе. Значит, в случае Алатаржевского эта история сильно затянулась. Он остался в Америке на 10 лет, и сейчас вот американские архивы выложили, в частности, его прошение. Он два раза подавал документы на получение американского гражданства. И два раза ему было отказано. И в конце концов, в 1934 году его заманили обратно в Советский Союз, и он тут продолжил работать, и потом его, естественно, посадили в 1938 году. Ну, хорошо, не расстреляли. Вот, но вот с Алатаржевским у Харрисона было довольно длительное сотрудничество. Когда Харрисон создал уже свою фирму следующую, Алатаржевский там работал и был тоже связью с Россией. Ну, просто был сотрудник и друг, который мог читать по-русски и объяснять, что там написано в русских архитектурных журналах. В 1926 году Харрисон женится. Я вот не нашла других фотографий его с женой. Кроме этого, ну, еще одну карточку потом покажу. Ну, вот этот снимок сделан уже в 1931 году, там, во время какой-то групповой поездки. Я потом о ней расскажу, но вот Харрисон здесь крайне справа, а жена его сидит в центре стола. А видите, какая дама. Одна среди мужчин. Значит, она происходила из семьи, ну, из тех, что в Америке считают аристократией. То есть ее предки переселились в Новый Свет, там, где-то в 17 веке. Семья была обеспеченная с очень хорошими связями. Харрисон ее пленил, ну, наверное, красотой, манерами, обхождением, да. Ну, и также, в общем, было уже к тому моменту, в 1926 году. Понятно, что у него, может быть, должно быть большое будущее. Но она обеспечила его связями. Самой важной из которых была родственная связь с семейством Рокфеллеров. Ее брат был женат на дочери Джона Ди Рокфеллера-младшего. Ну, тогда, в общем-то, в тот момент главы Рокфеллеровского клана. И с этим кланом будут связаны самые главные заказы Харрисона. Вот этот Джон Рокфеллер-младший. Ну, собственно, колоссальное состояние, миллиардное создал его отец. Джон Рокфеллер-младший был, конечно, тоже бизнесменом, но он себя предпочитал определять как филантропа. Вот. Бизнес у него шел не всегда удачно, но уже состояние было такое, что просто его разрушить не удавалось. И всегда денег было больше, чем можно было. Ну, то есть можно было всегда что-то потратить. Например, после окончания Первой мировой войны он путешествовал по Франции. Очень расстроился, что Версаль, Шарцкий собор и что-то еще, какой-то еще важный памятник, очень плохо выглядят, и подарил французскому правительству 3 миллиона долларов на реставрацию. Вот. Такие были жесты у этого человека. Фотография с цилиндром сделана в год, когда началось, ну, как бы их сотрудничество с Харрисоном, когда Харрисон начал на него работать. И более близкие отношения у Олиса Харрисона были с его ровесником, представителем следующего поколения семейства, Рокфеллером, Нельсоном Рокфеллером. Вот здесь фотография, да, свадьбы Нельсона Рокфеллера с его женой Мэрии. И Харрисон для этой пары потом оформил квартиру на Пятой авене в Нью-Йорке. Вот такую квартиру. Тут довольно интересно, даже вот по этому одному интерьеру можно видеть, что с одной стороны, да, тут есть такое стремление к современности, к чистым линиям, а при этом есть ракальные цитаты, да, вот обрамление дверей и окон, это такое очень обобщенное ракоко. И соединяются они весьма непринужденно. При этом, смотрите, прямоугольная комната превращена в комнату такую с круглыми, со скругленными углами, да, ему очень нравились криволинейные формы. И еще при этом в интерьере активно присутствует современное искусство. Ну, вообще, эта семья сама по себе интересовалась современным искусством европейским, а у них были уже продвинутые вкусы. Ну, представьте себе, это уже какое поколение миллиардеров, как минимум третье. Но Харрисон был в известной степени советчиком, да, он подсказывал, какое, какие картины лучше всего пойдут в интерьер. Но интерьер квартиры – это маленький заказ, а вот это грандиозный. Ну, в проектировании Рокфеллер-центра принимало участие три крупных архитектурных фирмы, огромное количество архитекторов, инженеров и других специалистов. Проект этот зародился в 1928 году, закончился в 1940. И вообще, очень удивительно, что он был реализован, да, потому что в 1929 году, как известно, случился биржевой крах и началась Великая Американская депрессия, да, а закончился он, когда уже началась Вторая мировая война. Самый неудачный для строительства годы был реализован гигантский, беспрецедентный, урбанистический, по сути, проект. И если при его начале Харрисон был, ну, одним из второстепенных участников процесса, то очень быстро он начал руководить всеми остальными. Да, то есть вот в возрасте 35 лет, ну, потом он, конечно, взрослел, но он все равно был моложе всех остальных солидных дядек, да, тех известных специалистов, которых привлекли к этому проекту. Ну, представьте, какая была конкуренция тогда на то, чтобы участвовать в нем. Он завоевал авторитет, он смог с ними, со всеми договориться и всех в итоге подчинить своей воле. И он где-то в середине процесса официально стал руководителем проекта и проектирования, и реализации. Причем, ну, вот он как-то учился на ходу, ну, таким каким-то странным приемом менеджмента, и, может быть, тайм-менеджмента. Обсуждение текущих вопросов происходило раз в год за обедом. Значит, все архитекторы и инженеры собирались на обед и, значит, просто вот обсуждали, ну, как бы, закончив с основной едой, с основной едой. И сначала Харрисон, как только вот они поели, да, начинал говорить и удивлялся, что что-то никто на него особо не обращает внимания. А потом он обратил, как бы, да, заметил, что в этот момент все хотят только с сигарой, на сигаре своей сосредоточиться. Вот, и он тоже стал курить сигары. И, значит, когда сигары подходили к концу, тут он вступал в свои речи. То есть до того могли говорить другие люди, но самое значимое выступление всегда, значит, было под конец сигары, когда наиболее восприимчивы были участники совещания. Проект этот с очень сложной судьбой вообще, он появился в связи с идеей построить в Нью-Йорке новое здание оперы. Мы потом еще вернемся к несчастной судьбе Нью-Йоркской Метрополитен-Опера, но просто вот у нее было очень неудачное здание, и в 28-м году решили, что вот пора, пора построить новое, но для того, чтобы эту оперу финансировать, нужно добавить к ней немножко коммерческих площадей. Ну, мы сейчас очень хорошо представляем, как это бывает. Вот, итак, архитектор Бенджамин Моррис разработал генплан, нашли участок, был устроен в 28-м году обед с бизнесменами, которых, значит, призывали инвестировать в этот план. Ну, и как-то они не очень охотно инвестировали, и в конце концов, значит, Джон Рокфеллер младший сказал, ладно, я возьмусь за этот проект и все оплачу. Ну, не то, чтобы там все, но, в общем, основную долю. И подписался, и, да, нанял архитекторов, и запустил весь этот процесс, и тут случился биржевой крах, и тут посыпались, естественно, все остальные соинвесторы, и самое главное, отпала опера, да, потому что от нее все-таки требовались какие-то вложения, какие-то усилия. Опера решила, что не время, значит, переезжать в новое здание, и в результате этот проект, ну, весь заполнился коммерческими площадями, которые сильно-сильно выросли, и дальше надо было думать о том, что, ну, все-таки это очень скучно, да, бизнес-центр. Вот, должны быть какие-то культурные функции, тем более, если все это финансирует такой человек с репутацией филантропа и мецената. И именно Харрисон нашел, ну, как бы, якорного арендатора, да, он уговорил переселиться в центральное здание радиокорпорацию Америки, да, вместе со всеми студиями, и в одном, собственно, да, вот сюда, вот в этот центральный небоскреб, который вырос на месте, значит, несостоявшейся оперы. Вот, и вот здесь еще разместился гигантский зал, значит, мюзик-холла, и все это стало называться радио-сити, да, вместе с отелями, вместе с офисами, вместе с универсальным магазином Рокфеллер-центр получил, значит, идентичность города радио, и там заработал этот супер-мюзик-холл, радио-сити-мюзик-холл. Собственно, Харрисон занимался проектированием вот этого центрального небоскреба, вот этого, и это все стало, да, одним из символов Нью-Йорка. Ну, с радио-сити, да, связана известная история о фреске Диего Риверы. Да, Диего Риверы, да, мексиканский монументалист, ну, авангардист в этот момент в Нью-Йорке, да, и коммунист еще к тому же, да, троцкист, он же, да, Троцкого у себя дома прятал. Вот, но тем не менее крупнейшие капиталисты Америки, значит, этому бунтарю решают заказать очень важное произведение и дорогое. Ну, заодно там еще ему какие-то портреты внуков заказывали, приобретали его небольшие вещи, но тут прям вот большой заказ за большие деньги, там, гонорар, по-моему, 21 тысяча долларов, по тем временам это для художника невероятно много. И дали ему тему, согласовали тему, такую очень пафосную, значит, по-русски это обычно называют «человек на распутье», но тут, видите, «человек на распутье» смотрит с надеждой и высокими устремлениями, выбирая новое и лучшее будущее. Вот, да, вот такой, как бы, американский вариант, как бы, альтернатива коммунизму. И вот этот эскиз, собственно, утвердили, да, очень многофигурная символическая композиция, там, видите, какой-то космос, там должно было быть какое-то противостояние капитализма и коммунизма, но, в общем, все тут пока уверенно. Но коммунистические товарищи веру сразу стали клевать, да, как коллаборациониста, что он продался этим капиталистам и так далее, и тут он уже должен был показать, что он ничего не продался. И в результате, значит, да, и кроме того, сначала речь шла о том, что эта роспись будет на холсте, просто очень большом, да, он сказал, нет, я буду писать на стене, это будет настоящая фреска, как у Микеланджело. Он написал на стене вот такое, вот, и тут, тут, ну, не очень хорошее решение у картинки, но вот это вот Владимир Ильич Ленин, например, представляете, да, как в начале 30-х, значит, фигура Ленина воспринимается в Америке, а вот тут вот зажравшиеся капиталисты прожигают жизнь, и тут узнаваемый члены семьи Рокфеллеров, заказчики. Ну, в общем, это такое просто, это страшная провокация. Вот, и возникла такая безвыходная ситуация, да, его очень просили переделать, убрать Ленина хотя бы. Он отказался, ну, и в результате в 34-м году эту фреску сбили, оставить ее было невозможно, вот, вот, и он потом в Мехико написал копию, вот эта фотография, значит, копии, сделанной Ривейрой. Ну, возвращаясь к архитектуре, само это пространство Мюзик Холла в Радио Сити проектировал архитектор Эдвард Стоун и дизайнер интерьера в Доналд Деске, и зал этот рассчитан на, кажется, на 3800 человек, ну, колоссальный совершенно. И Стоун хотел его сделать, он хотел добиться полного единства аудитории. Он говорил, что вот, когда все делится на места для богатых и бедных, на портер, амфитеатр и балкон, это значит, что разные части аудитории могут испытывать разные чувства, да, в одном месте они смеются, а на балконе в это же время плачут, или наоборот, вот, это какое-то такое, да, по-социальному разное восприятие, нет, надо добиться единого пространства, и вообще нужно внедрить в планировку новейшие достижения европейского экспериментального театра. И вот для этой цели была организована поездка на средства Рокфеллеров, группа проектировщиков, естественно, во главе с Харрисоном, который должен был все это согласовывать и обеспечивать реализацию. Там были короткие остановки в Лондоне и Париже, но основные места экспедиции были Берлин, Москва, Ленинград, в 1931 год, да, в Берлине Пельцик построил свою аудиторию, в Кропиус проектирует свой, как бы, универсальный театр, в Москве проектируется театр Мирхольда, но, собственно, что могли показать в Москве, да, кинотеатр «Ударник» и клубы Мельникова, скорее всего, и везде они встречались с архитекторами. К сожалению, вот жена Харрисона не поехала с ним в Советский Союз, побоялась, а подробные записи об этом путешествии оставила только она, поэтому мы толком не знаем. Вот, сам Харрисон говорил, что на него произвела впечатление вот эта новая русская архитектура, и также он упомянул о том, что некоторые театры им показывал сам Станиславский. Вот, но других подробностей мы не знаем, и можем только догадываться о том, какие впечатления он получил, и как-то вот попытаться увидеть след этих впечатлений в позднейших проектах. Ну вот, это построено, этот радиосити. Тут, конечно, потрясающее еще использование электричества, да, то, что тут вот этот ребристый свод, да, за каждым ребром спрятано скрытое освещение, и все это могло включаться и выключаться каскадом, да, создавая эффект восхода-заката солнца. В общем, как-то это все совершенно потрясало аудиторию, но, собственно, работает до сих пор. Вот, ну, оформление интерьеров там такое, конечно, арт-деко, уже никаких, уже чересчур радикальных экспериментов туда не допустили. Но смысл еще был в чем, что это должно было радовать людей во время депрессии. Да, еще мэр Нью-Йорка тогдашний не захотел помогать финансировать оперу, например, потому что он говорил, опера – это для богатых. Вот, нам сейчас нужно помочь тем, кому трудно. Ну, понятно, что у совсем бедных не было денег на мюзик-холл и на кино тоже, но, тем не менее, это, конечно, гораздо более демократичное пространство, демократичное развлечение. Ну, вот, к 40-му году весь этот комплекс, все 14 зданий были закончены, открылись очень торжественно, вот, с таким световым шоу. И, собственно, с 40-го года главная рождественская елка Нью-Йорка стоит на плазе, на центральном общественном пространстве Рокфеллер-центра. И, собственно, создание вот этого нового общественного пространства тоже было таким новаторским явлением в градостроительстве того времени. Да, то есть это абсолютно коммерческая вещь, которая ставит себе заодно задачу заботы о благе тех, кому не так повезло. Ну, понятно, что, получив такую работу, Харрисон мог немножко улучшить собственную жизнь. И в 30-м году он купил участок земли на Лонг-Айленде, да, то есть курортная местность неподалеку от Нью-Йорка. Большой он купил участок, 11 акров, кажется. Ну, по случаю. Так вот ему теща подсказала, что можно купить такой участок. Ну и купив, значит, оказалось, что у него денег на дом практически нет. На что он, будучи таким энтузиастом современной модернистской европейской культуры, во время посещения архитектурной выставки обратил внимание на сборный алюминиевый дом. Такое очень экспериментальное предложение. Да, причем по своему устройству этот алюминиевый дом воспроизводит Citroën House, да, то есть концептуальный проект Le Corbusier. И он покупает этот дом и собирает его на своем участке, но выяснилось, значит, что вместо там трех недель, которые обещали производители, на сборку ушло там несколько месяцев, и все это потребовало очень, ну, как бы, гораздо больше денег, чем предполагалось. Но, тем не менее, вот он стал обладателем такого суперсовременного и минималистического по американским меркам жилья. Вот, чему он там предавался, значит, на выходных, когда уезжал с женой. Живописи. То есть он даже на досуге не мог оставаться пассивным, и они оба с женой обожали заниматься живописью, при этом в основном производили копии картин известных современных художников. Больше всего, значит, он любил Леже, но вот эта черно-белая репродукция, это какая-то пуризка, да, то есть и Корбюзье, и Азанфана, ну и свои какие-то вариации. И это, в общем, тоже показывает нам его творческий подход, да, ему нравятся эффектные современные вещи, он ничего не имеет против того, чтобы присваивать себе чужие. И получает от этого удовольствие. А потом рождается ребенок, и жена говорит так, ну хватит нам жить в этой коробочке, надо что-то побольше. И он строит себе дом побольше. И пристраивает сначала к этому алюминиевому. И у этого дома план в виде восьмерки. Вот видите, два соединенных цилиндра. Ну и кроме того, у этого большего цилиндра, видите, часть стены, это такой большой витраж от пола до потолка. На мой взгляд, это абсолютная цитата дома Мельникова, которую он должен был видеть в Москве, понимаете. Если его возили смотреть новейшие зрелищные сооружения, новейшие залы, да, это прежде всего Мельниковские клубы, наверняка ему показали дом Мельникова в 1931 году, еще не могли не показать. Вот, но что-то он из этого взял, что-то нет, да, тут нет сетчатых стен, и цилиндры не пересекаются, примыкают друг к другу, но вот это восьмерка. А потом он стал пристраивать еще части, вот, ну как появлялись деньги, так он строил еще. И в конце концов он себе сделал большую мастерскую, и вот сюда привозил с собой сотрудников бюро, чтобы на выходных тоже работать. Вот вы видите гостиную изнутри, тоже, на мой взгляд, абсолютная перекличка с гостиной в доме Мельникова, но дом загородный, и помимо вот этих круглых объемов есть еще круглый бассейн. Недавно дом отреставрирован, но он находится в частных руках, используется как жилой дом, поэтому старую часть отреставрировали, но еще пристроили большое новое крыло, где все соответствует современным требованиям. И через жену еще в 20-е годы Харрисон познакомился со многими французскими художниками, с Матиссом в частности, но вот с Леже он просто дружил. И когда началась Вторая мировая война, Леже сбежал из Франции в Америку и просто провел эти годы дома у Харрисона. В качестве благодарности написал большую вот такую фреску в доме, вот в этом самом доме на круглой стене. Видите, масштаб этой фрески, центральная часть, а внизу диван. И вот на этой фотографии видно, что рядом с Олесом Харрисоном сидит господин Роберт Мозес. Кажется, я его уже поминала в какой-то из предыдущих лекций. Если вы читали книгу Джейн Джейкобс «Жизнь и смерть больших американских городов», то вот она Мозеса представляет как таким чудовищным монстром, предопределившим кризис современных мегаполисов. Но он фигура, прямо скажем, масштабная. То есть он на протяжении нескольких десятилетий, не будучи никогда избран, он все время занимал какие-то руководящие посты, иногда 12 одновременно, от директора городских парков Нью-Йорка до директора по строительству автомобильных дорог. И действительно очень сильно преобразовал город и руководил его строительной политикой. И через Рокфеллеров он стал хорошим знакомым, скажем, может быть, не в полном смысле другом, но хорошим знакомым Харрисона, и, видите, приезжал к нему в гости, в загородный дом. И, конечно, важнейший заказ, связанный именно с городом Нью-Йорком, как не с частным заказом, а с тем, что нужно именно городу, это проект центрального, так называемого, тематического павильона Всемирной выставки, которая прошла в Нью-Йорке в 1939 году. Выставка эта была задумана еще в 1935 году как одно из средств по борьбе с депрессией экономической. Ну, к тому моменту, как она состояла, как раз депрессия уже в большой степени была преодолена, но пока выставка работала, началась война и новые проблемы. Но, собственно, Харрисон спроектировал вот эту вот вещь, символ выставки, павильон, который называется Трилон и Перисфера. Одно из наиболее таких иконических сооружений американской архитектуры XX века. К этой идее он пришел не сразу. В январе 1936 года был объявлен конкурс на это здание. Ну, скорее всего, Харрисон в любом случае получил бы там хороший заказ, но он выиграл конкурс с очень странным предложением, совершенно не похожим на вот это. А в основе его была идея о том, что нужно застроить центральную часть выставки большими шатрами, так, как это было на Нижегородской всероссийской ярмарке 1896 года. Вот вы видите рисунок знаменитой ротонды Владимира Шухова. Это Алтаржевский рассказал Харрисону, это точно документировано, о том, что вот есть такое решение. Харрисон решил, что это здорово. Вот этот вот эскизик, значит, показывает его первые какие-то наметки. С этой идеей они вышли на конкурс, выиграли, а потом уже стали проектировать всерьез. Но Алтаржевский в момент реального проектирования был уже в Советском Союзе, не мог влиять на процесс. И довольно быстро Харрисон решает, что в основе этого павильона должен быть шар, сфера, большая сфера. Но, значит, как превратить сферу в узнаваемое архитектурное сооружение? Чем-то нужно дополнить. Но вы видите, как он мучился. Сколько вариантов, и все что-то не то. И он говорит, что разные какие-то у него были источники вдохновения, там, начиная с куполов Сан-Марко, в Венеции и Компанилы на площади Сан-Марко, потом гигантские баки для воды на крышах американских домов, нью-йоркских. Но вот это предположение не мое, а автора такой основной монографии о Харрисоне, Виктории Ньюхаус. Она считает, что решение окончательное дополнить шар вот такой вертикалью произошло под влиянием графических фантазий Якова Чернихова. Сам Харрисон писал о том, что решение пришло к нему в библиотеке Музея современного искусства в Нью-Йорке, МОМА. Во-первых, вот эта книга с архитектурными фантазиями Чернихова «Конструкция архитектурных и машинных форм» вышла в Ленинграде в 1931 году, то есть Харрисон легко мог ее привезти с собой. Ну и, безусловно, она была в библиотеке МОМА. Но вот еще одна параллель, мне кажется, даже более важная. Опять же, если он встречался хоть с какими-то русскими архитекторами в Москве в 1931 году, ему не могли не рассказывать про гений Ивана Леонидова, а поскольку он был тесно связан с МОМА, главным патроном МОМА был все тот же, значит, Рокфеллер, то первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке был в Москве в 1938 году, и ему точно рассказывали про гений Ивана Леонидова, и у него и в библиотеке были журналы «Современная архитектура», где был подробно опубликован проект Института Ленина Леонидова, но, соответственно, на большой картинке. Этот проект, а рядом окончательный вариант Трилона и Перисфера. Причем сначала Харрисон хотел сделать этот шар прозрачным, стеклянно. Но вот это визуализации Хью Ферриса, одна из них показывает каркас, все это построено было из железобетона, хотя это временное сооружение. Да, то есть вот эта мачта, да, еще что важно, что эта мачта – это радиомачта, да, то есть там наверху была антенна и радиопередатчики, так же, как в Институте Ленина, да, с мачты шло радиовещание. И соединяли эти, видите, рампы, да, то есть экспозиция находится внутри шара, значит, как туда люди попадают, туда поднимаются по эскалатору, как они оттуда уходят, они уходят по спиралевидной рампе, значит, три элемента, да, трехгранная мачта, шар и спиралевидный пандус. Причем шар этот поднят над бассейном, видите, отражающий бассейн. Вот внутри там устроена экспозиция, экспозиция была посвящена городу будущего, называлась демократия, да, то есть как демократия, только поменяли одну букву, и получилось как бы демократический город, да, город демократии. Экспозицию это создал театральный дизайнер Генри Дрейфус, и это действительно был футуристический проект, который во многом и осуществился в Америке, да, показал модель развития американских городов уже в послевоенный период, да, то есть когда есть кластеры небоскребов, но при этом жилье распределено по пригородам, да, пригородам, пронизанной системой автомагистралей. И это был совершенно феерический успех у этой экспозиции, у этого павильона, и, конечно, тут уже Харрисон сделал себе имя очень крупное. Но началась война, Харрисон был мобилизован, но не в армию, не во флот, а на гражданскую службу, его призвали в Вашингтон, и там он занимался, ну, такой, скажем, военной дипломатией, что ли. На самом деле для Америки очень было важно закрепить, обеспечить лояльность Южной Америки, потому что у Германии были довольно сильно, ну, симпатизанты, скажем, в Южной Америке, если бы страны Южной Америки вступили в войну на стране Германии, тут все стало бы совсем плохо. И американцы в этот момент начинают свою политику, которую так успешно продолжали в годы Холодной войны уже с Советским Союзом. Они устраивали пропаганду через культуру, да, то есть посылали туда оркестры, театральные трупы, выставки и так далее, и вот организацией всей этой деятельности занимался Харрисон, вот представьте себе. Но заодно, надо сказать, он все-таки не только этим занимался, он еще проектировал социальное жилье и разрабатывал систему индустриального домостроения, да, потому что было понятно, что после войны будет большая потребность жилье, ну, Америку не бомбили, к счастью, да, кроме Перл-Харбора, никаких там серьезных разрушений не было, но строительство слишком долго, да, сначала 10 лет депрессии, потом годы войны, и жилой фонд изношен, значит, ясно, что нужно много дешевого жилья, и вот Харрисон занимался подготовкой этого. Но всю войну он провел, опять же, работая бок о бок с Нельсоном Рокфеллером, который со временем стал совсем большим начальником, вот он, значит, Нельсон Рокфеллер, а вот наш Харрисон, да, то есть они тесно сотрудничают, и понятно, что это сотрудничество и, в общем-то, дружба, да, вот такая уже действительно близкие, теплые отношения еще во что-то выльется впоследствии. В общем, вся эта работа сделала Харрисон абсолютно естественным кандидатом для руководства важнейшим проектом послевоенных лет строительством штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, да, Организация Объединенных Наций должна была предотвратить военные конфликты в будущем, во всяком случае, глобальные военные конфликты, и, как мы знаем, в общем-то, до сих пор справляется с этой задачей, может быть, не идеально, но тем не менее. И для новой организации, да, нужна была штаб-квартира, ну, понятно, что были сложные многосторонние переговоры, и тот факт, что была выбрана для размещения основной штаб-квартиры Америка, уже указывает на роль США, да, в послевоенном балансе сил, но Нью-Йорк выбрали не сразу, скажем, австралийцы и сами американцы, например, очень были за Сан-Франциско, но тут основные европейские делегации и Советский Союз сказали нет, потому что туда уже совсем долго добираться. Роберт Мозес хотел построить этот комплекс на том же месте, где перед войной была всемирная выставка, в Квинсе, да, там вообще-то до того была свалка, а Мозес мечтал там сделать грандиозный парк, и вот он начал с этой выставки и не смог продолжить из-за войны, решил, что вот если там будет штаб-квартира, Нью-Йорк получит великолепный новый район, и там можно будет сделать замечательный парк, но все-таки делегации, которые участвовали, да, делегации разных стран, которые участвовали в выборе места, все-таки сказали, что нет, уж если им надо будет ездить, долетать на совещание в Америку, пусть, по крайней мере, это будет Нью-Йорк, пусть это будет Манхэттен, а не какая-то окраина. Но, значит, вот на том месте, пока шел этот выбор площадки, на месте, где потом была построена штаб-квартира ООН, частный девелопер, не Рокфеллер, другой, не помню сейчас его имя, неважно, планировал гигантский коммерческий проект, там вообще были трущобы, там находились городские бойни, от которых шла страшная война, и поэтому район весь был очень-очень неблагополучный. Мозес пообещал бойни вывезти, и вот этот девелопер, пока там еще все было очень плохо, грязно и разрушено, по дешевке скупал землю и тайно-тайно собрал команду проектировщиков для того, чтобы предъявить вот этот первый послевоенный коммерческий проект в Нью-Йорке, ну, в основном офисы, но часть этих башен планировалась и жилой, и, кажется, опять же, туда хотели поместить новую оперу. И Харрисон вот разрабатывал вот такой проект. Вот это одна визуализация, сделанная Феррисом, это другая другим, ничего не напоминает. Вот мне кажется, что вот эта вот центральная, да, пара изогнутых небоскребов, таким образом соединенных между собой, это источник идеи для здания СЭФ в Москве, да, для нынешнего здания мэрии на Новом Арбате. И вообще вот эта большая градостроительная композиция, это же все было опубликовано в итоге, да. Мне кажется, что это основа проектной идеи Нового Арбата, вот этот вот ранний вариант Нового Арбата. То есть, да, начинает все обратно возвращаться. Вот это Харрисон, значит, на правой картинке Харрисон предлагал еще вот для в Флэшинг Миду, ну, в общем, для Квинса, да, для той площадки, которую Мозес хотел, на том же месте, где была всемирная выставка. Вот он проектировал что-то такое горизонтально распластанное, и для Генеральной Ассамблеи ООН предлагал здание в виде белой полусферы, на сей раз полусфера. Значит, откуда взялась эта полусфера? Мне кажется, что он не сам ее придумал. Левая картинка русская, это один из проектов, поданных на первый этап конкурса Дворца Советов группы учеников Леонидова, включая самого талантливого, важного из них, Леонида Павлова, на Ленинских горах, на Воробьевых горах, в Москве, да, это альтернативную площадку они предлагали, не хотели строить на месте храма Христа Спасителя, предлагали строить на Ленинских горах, и вот придать Дворцу Советов, да, который мыслился как главное здание мира, форму полусферы, да, это развитие, конечно, идеи Леонидова, да, вот с этой сферой Института Ленина, который тоже должен был быть на Ленинских горах. И этот проект был опубликован, да, в 31 году, и опять же, Харрисон, скорее всего, его знал. Вот, а в результате, да, вот эта полусфера появляется в нескольких проектах Оскара Немеера, бразильского архитектора, ну, вот то, что мы чаще всего видим, штаб-квартира Компартии Франции в Париже, Немеер был одним из участников проектирования здания ООН, да, и он знал, в свою очередь, вот это предложение Харрисона, да, так у нас бродят идеи, призрак коммунизма. Вот, сам же Леонидов, сидя в Москве, его никто не приглашал, не спрашивал, но он вот так себе воображал комплекс ООН, вариант этого своего города солнца, да, идеальной среды для создания мировой гармонии, тоже у него там сфера присутствует. Ну, ладно, это лирическое отступление. Значит, что было на самом деле, значит, чем дело кончилось. Вот, значит, все вот, никак не могли выбрать площадку, да, и уже Рокфеллеры там предложили, там возили на вертолетах всех участников делегаций над Нью-Йорком, значит, показывая, где, где может быть это новое здание, и, в общем, вот, когда они сказали, что нет, либо Манхэттен, либо ничего, значит, была сцена, которая описывает так, значит, какая-то комната в отеле, где они все совещаются, все на нервах, все уже, как бы, недовольны друг другом, и Нельсон Рокфеллер звонит папе и говорит, папа, вот такие дела, вот, не можешь ли ты чем-нибудь помочь. Вот, есть вот этот участок, да, под девелопмент, вот, что, ну, вот, и потом Нельсон обращается к собравшимся, и говорит, а сколько стоит выкупить этот участок, и Харрисон ему говорит, восемь с половиной миллионов долларов, вот, тот передает, говорит, папа вам его покупает и дарит, в общем, вот, ну, не папа, наверное, более формально сказал, но смысл в этом, да, что Джон Рокфеллер младший подарил ООН участок под строительство, он, конечно, совершенно не проиграл, он расширил свое влияние после этого, в общем-то, в еще большем масштабе, чем до того. город Нью-Йорк потом подводил туда дороги, коммуникации, в общем, очень тоже сильно вкладывался, но в результате, действительно, этот район, где были трущобы, абсолютно преобразился, превратился в сосредоточие офисов и коммерческой недвижимости, все очень сильно выросло в цене, и в результате ООН оказался успешным коммерческим проектом для Нью-Йорка, повысил стоимость, значит, проектирование, ну, в общем-то, это не то, что лебедь, рак и щука, да, а очень много разных участников с разными представлениями, но вот, когда читаешь список, да, кто все эти люди, вообще непонятно, да, вот какие мы знаем имена, Оскар Мемир, Бразилия, ну, предположим, да, хотя он был уже известным архитектором, но он еще не построил Бразилию, да, не то, чтобы он был какой-то суперзвезда. Суперзвезда одна, Ле Корбюзье, да, потому что еще есть вот этот вот Су Чэн Лян, китаец, да, представитель Китая, он был, на самом деле, профессором древнего китайского искусства в Йеле, и он все время говорил о том, что нужно этот комплекс строить, ну, как бы, чтобы он был обращен внутрь, к внутреннему двору, к защищенному пространству, от города был отгорожен стеной, как китайский дворец. Его, конечно, никто не слушал. Суэн Маркелиус, такой хороший шведский градостроитель, но в основном специалист по инфраструктуре. Советский представитель Николай Дмитриевич Басов, тогда, ну, вот мы не знаем этого имени, на самом деле, а тогда его знали в мире, как человека, который физически обеспечил эвакуацию советской промышленности на Урал. То есть он руководил стройкой заводов и, ну, как бы, жилья, инфраструктуры там. То есть показал себя, как человек, способный осуществлять очень крупные проекты, его очень уважали за это. Тем не менее, Корбюзье, да, явно, вот здесь перевешивает всех остальных, а в числе консультантов есть еще Владимир Бадянский, который сотрудник офиса Корбюзье. Да, кто там еще есть? Там есть представители Восточной Европы, потому что должен был быть баланс. Да, Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Азия, Британия, Южная Америка. В общем, да, все, все представлены. Мэтью Новицкий из Польши, такой яркий инженер, такой, скорее, инженер-конструктор, он потом в Америке так и остался. и кто еще? Эрнст Вайсман из Югославии, тоже очень интересный архитектор, но он потом себя проявил. Хью Феррис, Хью Феррис там для чего был? Для того, чтобы делать визуализации для всех, да, для того, чтобы все были в разумных условиях. Еще нужно понимать, что это проектирование, это дипломатический процесс, очень деликатный. Все это происходило секретно, никакие материалы нельзя было выносить, и для того, чтобы обеспечить честные, как бы, условия, да, все одинаково исполнялось. У них был один макетчик, который делал макеты из пластилина и один график, который делал визуализации. Самый лучший, который мог быть. Харрисон, который, да, был, как бы, начальником всего этого проекта, влиял на выбор архитекторов, но, например, нельзя было позвать Аалту, он очень хотел, но Финляндия в тот момент не входила в ООН. Отвергли Миса Вандерой и Гропиуса, которые могли бы представлять Америку, но, поскольку они были из Германии, да, не могло быть и речи. То, что они бежали от нацизма, никого не интересовало, немцы, еще ненависть слишком сильна. Вот. А, значит, почему Ле Корбюзье? Не только потому, что он, предположим, самый любимый из крупных модернистов, а еще потому, что, ну, ООН предшествовала Лига Наций, да, созданная перед войной, и Ле Корбюзье участвовал в конкурсе в 27-м или 26-м году на штаб-квартиру Лига Наций в Женеве. Этот конкурс проиграл, и тогда, вот, как раз этот его проигрыш, это одна из вещей, которая сделала его знаменитостью, потому что очень многие тогда считали в архитектурном сообществе во всяком случае, что его проект был самый интересный, что он должен был выиграть, и что тогда вот Лига Наций проявила себя вот консерватором, страшно недальновидным таким сообществом, отвергнув этот проект. И ООН, да, не могла повторить эту ошибку. Значит, очевидно, этот список составлен с расчетом на то, что главным проектировщиком будет Корбюзье. Но, опять же, во-первых, нужно соблюсти вежливость по отношению ко всем странам, а потом еще известно, что Корбюзье заносит, да, а тут все-таки важно было, чтобы все работало, чтобы все было функционально. Поэтому все проектирование действительно велось коллегиально, все идеи обсуждались, но вот тут мы можем себе представить, к счастью, вот видите, все подписано. Значит, край лица слева, это вот швед Свен Маркелиус, дальше, вы знаете, Корбюзье, рядом с ним на втором плане его сотрудник Бадянский, на переднем плане, да, китаец, вот этот профессор Сучин Лианг, в центре Оскар Немейер, молодой, красивый, миниатюрный, за ним возвышается Харрисон, который на самом деле всем этим рулит, ну, дальше мы в профиль видим вот русского, да, советского представителя Николая Басова, который вообще-то ни во что не вмешивался, да, понятно, что советская архитектура в этот момент этот модернизм принять в принципе не может, да, он там присутствует прежде всего как дипломатический представитель своей страны, он понимает, что он не может навязать стилистические предпочтения Советского Союза, скорее всего не хочет, да, поскольку он был архитектором Наркомтишпрома или Министерства тяжелой промышленности, который, то есть, скорее всего, он-то сам хотел современную архитектуру, но еще у него была проблема, да, все разговоры шли либо по-английски, либо по-французски, да, все говорили, но в той или иной степени на этих языках он не знал ни того, ни другого, ему все время был нужен переводчик, вот, поэтому с ним как бы уважительно, все очень уважительно обращались, включая Корбюзье, но реально он не участвовал. ну вот здесь мы видим, да, 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 Корбюзье, опять же, вот этого Басова, третьего человека я не знаю, последний, вот, всегда такой улыбающийся этот Харрисон, ну, вот, вариантов дикое количество было сделано, да, то есть, на самом деле, Корбюзье сразу предложил вот эту вертикальную пластину секретариата, и вообще, да, Харрисон сам с изумлением просто отмечал, что все европейцы обсуждают только высотную часть, что им никогда не доводил строить ничего высокого, и вот корпус генеральной ассамблеи, который есть, самое главное в этом, никого не интересует, потому что, ну, что, да, зал для собраний, а вот вертикальную башню построить, да, это всем очень интересно, но как Корбюзье сам вначале предложил, вот такие пропорции, и горизонтальное деление на три части, так это все осталось, но все время двигали, и форму зала генеральной ассамблеи все время меняли, вот здесь Марк Элиус предлагает захватить еще Статин-Айленд, построить туда мост, и соорудить там жилье для сотрудников ООН, но тут сотрудники ООН очень испугались, сказали, что их зарплаты позволяют им снимать жилье в городе, им совершенно не хотелось всем жить рядом под присмотром, вот, и вот все время комбинировали, да, как на этом участке разместить пластину вертикальную, пластину горизонтальную, зал, как организовать перепады рельефа, подходы, вот это вариант, где Харрисон, значит, как-то перерабатывает проект Корбюзье, вот, и вдруг, значит, в 22 мая 47-го года Нью-Йорк Хэрролд Трибюн неожиданно для всех участников процесса публикует проект комплекса ООН, вот такой проект, значит, сохранился экземпляр газеты, где рядом на полях почерком Харрисона написано, что это вовсе не утвержденный проект, это проект, это фото проекта Корбю, как он вообще смог добыть эту фотографию и отдать ее в газету, то есть совершенно очевидно, да, что Корбюзье, не отличавшийся высокими этическими принципами, значит, как-то тайком, значит, сфотографировал в этой секретной комнате свой проект и слил его в газету, как утвержденный. Вот, и потом, да, собственно, Харрисону нужно было как-то все это уладить, да, потому что вообще, конечно, все это могло кончиться грандиозным скандалом, но, в общем, в результате, да, проект, вот слева, да, вариант Корбюзье, который он, собственно, и сливал, и окончательный вариант предложил Немеер, который просто немножко уточнил, да, он изменил пропорции, он сделал более четкий, более отдельный объем, вот, середине, да, вот это, вот, зал Генеральной Ассамблеи, а вот этот пластин так и не построили, да, построили вот эту часть. и, естественно, с общественным пространством в центре, торжественным, с фонтаном, были предусмотрены световые эффекты, и так далее, а теперь смотрим на саму эту пластину, да, говорили, что никто никогда не строил такую высокую вертикальную пластину, но ближайший прототип, это, на самом деле, корпус Министерства здравоохранения, который в Рио-де-Жанейро построили Корбюзье с Немейром в 30-е годы, но вот рядышком я показываю графику, да, по пропорциям такая же пластина, это проект Дворца промышленности, опять же, Ивана Леонидова. Корбюзье, в свою очередь, в 28-м году, побывав в Москве, очень под сильным был впечатлением от Леонидова, да, и тоже его цитировал. Вот, значит, Корбюзье, конечно, был недоволен тем, что построили теми изменениями, которые внес уже Ненемейра Харрисон в реализацию, там, конечно, не хватало денег, там нужно было просить новые субсидии, когда нужно было новые субсидии, пришлось пообещать, что у генерал-ассамблеи будет купола, купол-то довольно дурацкий, такой невнятный, вот, и самое главное, вот это зеленое стекло, значит, откуда оно взялось. Ну, понятно, что у стеклянных стен большая проблема, связанная с, главным образом, с перегревом, да, не столько с охлаждением, сколько с перегревом, да, на прямое попадание солнечных лучей, но как бы его невозможно компенсировать даже хорошими кондиционерами, тогда они еще были не такие хорошие. Корбюзи хотел делать солнцезащиту, он хотел делать ламели, а ему говорили, что в Нью-Йорке бывают снежные бури, бывают ледяные дожди, там будет скапливаться снег, там будут образовываться сосульки, и это безумно опасно, для того, чтобы это предотвратить, значит, нужно сделать эти ламели обогреваемыми, это будет стоить невероятно дорого, такого бюджета невозможно получить, и вообще это неразумно большая часть стоимости здания, поэтому были проведены просто физические эксперименты по эффективности такого термозащитного стекла, который имеет зеленый цвет, вот, ну на самом деле, вот эта солнцезащита, да, и термозащита, она нужна на противоположной стороне, на западной, это с восточной стороны, с фотографии, но сделали на обеих сторонах, для того, чтобы, ну, для такой эстетической целостности, Корбюзье ужасно ругался и плевался, потому что не только снаружи здание зеленое, но и внутри свет зеленоватый, он говорит, что это трупный свет, вы себя тут устроили, вот, но тем не менее, тем не менее, он всегда, это его проект, его проект, другие немножко напортили. Вот, ну вот, как я уже говорила, да, этот комплекс ООН запустил редевелопмент района вдоль Истрива, и очень большое количество зданий построила фирма Харрисона и Абрамовица, вот здесь, вот перед ООН, да, Харрисон построил библиотеку, дальше вот две жилые башни, значит, его партнер, ну, и большое количество других небоскребов, вот это, собственно, подробности здания ООН, каменная облицовка, все все-таки очень культурно выполнено. Интерьер, купол там, конечно, не просто так, да, он создает вот это пространство над центральной частью зала заседания Генеральной Ассамблеи, и интерьер очень эффектный, и этот интерьер в большой степени работа Харрисона, да, Корбизь этим не занимался, и по сторонам, вы видите росписи, конечно, любимого Леже. Ну, и вот тут Харрисон становится практически национальным героем, и через несколько лет принимается за свой следующий большой проект, но, видимо, мне уже надо ускориться, я так коротко расскажу, Линкольн-центр, центр исполнительских искусств имени президента Линкольна, называется он Линкольн-центр, а не Рокфеллер, но финансирует его все та же семья. Следующий представитель это Джон Рокфеллер, уже не младший, а третий. Вот он здесь. А вот стоит руководитель проекта Харрисон. Это Филипп Джонсон, это Эра Сааринен, это Абрамовец. Харрисон делал генплан и здание Метрополитен Опера, да, вот это вот центральное. Ну и вот Метрополитен Опера, вот видите, с 883 года сидела на Бродвее в здании, которое снаружи было совершенно не похоже на оперу, и говорит, что это очередная пивоварня на Бродвее, но хуже было то, что внутри все было очень плохо приспособлено, там не было репетиционных залов, и чуть ли не у 70% мест в зрительном зале была ограничена видимость сцены, и акустика была неважной. В общем, провалился этот архитектор, но деваться было некуда. Вот разные проекты обсуждали в 20-е годы, ничего из этого не вышло, и вот в середине 50-х вернулись к этой идее. Это Харрисон. Развернулся, ну, понятно, что колоннада взята у собора Святого Петра в Риме, да, которым Харрисон очень восхищался, дальше мы видим там тот же полукупол, но, видите, расписанный какими-то зигзагами, и явно это здание доминирует, да, вот это вот здание, где сейчас сидит Нью-Йорк-Сити балет и вот здесь филармония, да, они как бы мелкие, да, по сравнению с этой оперой, это им не позволили сделать. Вот такой вид фронтальный, немножко переработанный, хоть что-то грандиозное. Пришлось сократить, такого бюджета на оперу не нашлось. Следующий вариант, ну, он сам сказал, ну, я хотел попробовать с волнами как в Сиднее, значит, да, уже Утсон спроектировал, ну, еще не построил, но спроектировал оперный театр в Сиднее, но вот здесь мы видим, что вот эти уже боковые здания приобретают знакомые нам очертания, да, и мы видим опять, как это к нам приходит, вот здесь, видите, предполагается явно роспись, либо мозаика, кинотеатр «Октябрь», и, конечно, дворец съезда в Кремле, который строился вот параллельно с Линкольн-центром, это явно заимствование этой эстетики. И вот в какой-то момент в проекте оперы у Харрисона появляется преобладающий мотив арок, арок, которых давным-давно никто в современную архитектуру не пускал, а в военных проектах Леонидова вот этих арок довольно много. Я не знаю, это уже, конечно, совсем моя фантазия, так что в предыдущих случаях я могу понять, как произошло заимствование здесь, вот только мы можем думать, что советский представитель в ООН, если только привозил контрабандой какие-то рисунки Леонидова, но, во всяком случае, такая параллель есть. Ну и вот Нью-Йорк получил новый общественный и культурный центр. Ладно, это я, пожалуй, пропущу безумно. Вот здесь, как бы в конце вот этого сотрудничества Харрисона с Нельсоном, Рокфеллером, он ему пишет просто какие-то на фотографии очень теплые слова, можем, он называет Олли Харрисон, и с восхищением и благодарностью и самыми лучшими и сердечными пожеланиями, что-то такое. Но я хочу показать маленький проект, который Харрисон спроектировал сам, не в составе большого коллектива, не как руководитель, а как бы архитектор-индивидуал. В начале 50-х годов он построил церковь, не в начале, нет, ну, в середине 50-х ему достался этот проект, церковь пресвитерианскую в Стэнфорде. Вот эта церковь в 58-м году была достроена, а колокольня пристроена в 68-м году. Видите, у этого здания форма рыбы, как бы христианского символа, но еще смысл в том, что пресвитерианская церковь отказывает проповеднику в лидирующей роли, да, там не священник, а как бы каждый может стать проповедником. Ну, и для Харрисона это была возможность, он первый раз столкнулся с церковной архитектурой, и вот он вспомнил свое восхищение готическими соборами Франции, но кроме того, получив этот заказ, он тут же поехал во Францию на два месяца и стал смотреть, что делают современные современные архитекторы, как они работают с железобетоном, и как можно делать современные витражи. И Леже ему даже подсказал мастера, который эти витражи изготовил, и мастер этот был, вот забыл, то ли в Шартре, то ли в Реймсе, но в каком-то вот одном из самых таких самых городов готических и витражных в 20 веке было воскрешено это искусство. Вот так выглядит эта церковь снаружи. И смысл в чем, что это сборные железобетонные панели, которые за счет сетчатой структуры, да, складчатой структуры держат себя сами. Им не нужен дополнительный каркас, причем экспериментировал с этой конструкцией Харрисон у себя дома на Лонг-Айленде, на территории составлял вот эти железобетонные плиты, значит, так, чтобы они не упали. И вот в результате он создал такой феноменальный совершенно интерьер, который, конечно, и напоминает готический, но в то же время совершенно современен, где вот большая часть стены, кровли занимают витражи с толстым вот такой вот толщины стеклом, вделанным в бетон. И это несущая стена сама по себе. Вот это то, что он хотел и мог делать сам, когда он не был сотрудником корпорации. вот такую историзирующую версию современной архитектуры он совершал. Ну ладно, это я пропущу. Вот последнее, что я хочу показать, как его кумир Ле Корбюзье под конец жизни он захотел иметь очень маленькое, очень скромное, простое убежище, потому что загородный дом на Лонг-Айленде стал уже полноценным офисом, где всегда было полно людей. Вот сюда, на участок, который ему подарил Рокфеллер, он приезжал вдвоем с женой, никого там больше не было. И это амбар, старый амбар, который он реконструировал и приспособил вот такой тихой, спокойной жизни, не такой минималистической, как Ле Корбюзье, но тем не менее, и к созерцанию природы. Ну вот, собственно, самый последний сюжет, самый последний сюжет, раз уж мы здесь и как-то при музее гараж. Значит, как Харрисон вновь вошел в культуру, в такое общественное сознание, как один из героев книги Рэма Колхаса «Делириус Нью-Йорк». Вы, наверное, помните, что обсуждению Радио Сити там уделено довольно много страниц. Вот эта знаменитая иллюстрация, которая сделана Маделин Фризендорф вместе с Колхасом, город плененного глобуса. Вот там вы видите на правом краю Трилон и Перисферу. Вот они. Видите? А вот здесь Колхас и Харрисон в 1977 году сфотографированы, когда Колхас сделал выставку, выставку, посвященную творчеству Харрисона. А вот это в здании ООН Колхас сделал интерьер, как бы лаунж для делегатов, начинив это модернистское пространство такой разнообразной постмодернистской мебелью для того, чтобы способствовать мирному течению неформальных переговоров. Ну и вот еще одна знаменитая фотография, иллюстрации Фризендорф в Делириус в Нью-Йорк, и мы видим, что вот этих изменщиков, Крайслер, Билдинг и Импорт Стейт в постели застал небоскреб Радио Сити, спроектированный Уоллесом Харрисоном. Ну вот на этой мифологии, наверное, я закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...